Со скандала начался круглый стол по вопросам сохранения развития коренных народов республики. Выяснять отношения на повышенных тонах порывались депутат Ведлозерского сельского поселения Иван Кириллов и лидер Карельского конгресса Анатолий Григорьев. Какие проблемы довели Карелов до точки кипения, узнавала Мария Кравцова. Коренные народы республики переживают за сохранность своей культуры. Расформирована вепская волость, численность карелов падает и все меньше людей признают язык своего малого народа родным. А русификация, по словам некоторых борцов за сохранение карельского языка и культуры, идет насильственными методами. Самый знаменитый в России СССР театр, финский национальный теперь называется, что 80 с лишним процентов спектаклей на русском языке. Закрыли журнал Карелия на финском языке. Два тощих номера в год. О своих проблемах представители малых народов Карелии рассказали члену Совета по правам человека Андрею Бабушкину. Как заявила председатель общества вепской культуры, основная из них заключается в недостаточном финансировании проектов по сохранению культуры коренных народов. 500 рублей, 500 рублей, меньше полтысячи на одного коренного народа. Российская Федерация выделяется из федерального бюджета. На представителей коренного народа. Озвучили и самый наболевший вопрос. Уже много лет активисты движения за сохранение карельского языка просят дать ему статус государственного. Согласно российскому законодательству, письменной основой государственного языка может быть только кириллица. А карельский язык во всех своих наречиях имеет латиницу. Председатель Совета 8-го съезда Карелов Татьяна Клеерова привела в пример опыт Крыма. Язык крымских татар признали государственным, несмотря на латинизированный алфавит. Татьяна Клеерова попросила представителя Совета по правам человека сделать такое же исключение и для карельского языка. Карелы тоже заслуживают такого отношения. Потому что я не думаю, что за решением наших депутатов, когда они начинают рассуждать на заседании законодательного собрания, они много лишнего могут сказать, что за нами какой-то сепаратизм. Отнюдь нет. На данный момент Карелия является единственной национальной республикой Российской Федерации, в которой язык ее титульного народа не имеет государственного статуса. Мария Кравцова, Владимир Волотовский, телеканал НИКО+.